ну господи благослови мы отправляемся в рулетку аллилуйя аллилуйя слава тебе боже благодарим тебя господь за все твои милости и щедроты аллилуйя помилуй нас господи помилуй нас к милости твоей прибегаем спаси и помилуй наследие твое аллилуйя хвала тебя наш господь великие дивны дела твои господи слава тебя за прошедшую ночь ты сохранил продлил нашу жизнь и разум сохранил благослови нас развить таланты твои дарованные тобою и умножить их и для всего по шинам добрых помощников наставников и советников ибо без тебя мы ничего не можем благослови на этот день возвещать дивное имя твое и проповедовать слово твое евангелие аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе кроме тебя нет иного бога столь любящего создания свое аллилуйя евангелие от луки глава 1 как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях как передали нам то бывшее самом начало очевидцами и служениями слова то рассудилась и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе застопочтенный феопил чтобы ты узнал твердое основание того учения в котором был наставлен в одни ирода царя иудейского был священник и завиева череды именем захария и жена его из рода аронова имя или совета оба они были праведны перед богом поступая по всем заповедям и уставам господним беспорочно у них не было детей и были совета было неплодно и оба были уже в летах преклонных однажды когда он в порядке своей череды служил пред богом по жребию как обыкновенно было у священников досталось ему войти в храм господин для каждения а все множество народа молилась вне во время каждения тогда явился мангел господин стоя по правую сторону жертвенника кодильного захарий увидев его смутился и страх напал на него ангел же сказал ему не бойся захария ибо услышана молитва твоя и жена твоя или совета родить тебе сына и наречешь ему имя иоанн и будет тебя радость и веселье и многие о рождении его возрадуется ибо он будет велик пред господом не будет пить вина и секера и духа святого исполнится еще от шрева матери своей и многие из сынов израильных многих обратит господу богу их и предвидет пред ним в духе и силе или и чтобы возвратить сердца отцов детям и не покорил образ мысли праведников дабы представить господу народ приготовленный господи прости меня грешили слава иисусу христу во славу божию отошел и предыдет пред ним в духе и силе или есть чтобы возрастить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников дабы представить господу народ приготовленный и сказал захаре ангелу почему я узнаю это ибо я старый жена моя в летах преклонных ангел сказал ему в ответ я гавриил предстоящий пред богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие и вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня как это сбудется за то что ты не поверил сказано что ты не поверил словам моим которые сбудутся в свое время между тем народ ожидал захарию и дивился что он медлит в храме он же выйдя не мог говорить к ним и они поняли что он видел видение в храме и он объяснялся с ними знаками и оставался ним а когда окончились дни службы его возвратился в дом свой после сих дней зачала или совета жена его и таилась пять месяцев и говорила так сотворил мне господь в одни сии в которой призрел на меня чтобы снять с меня поношение между людьми в шестой же месяц послан был ангел говорил от бога в город галилейский называемый назарет к деве обрученной мужу именем иосифу из дома давидова имя же 9 мария ангел войдя к ней сказал радуйся благодатная господь с тобою благословена ты между женами слава тебе боже наш слава тебе она же мария увидев смутилась от слов его и размышляла чтобы это было за приветствие и сказала я ангел не бойся мария ибо ты обрела благодать у бога и вот зачнешь в и родишь сына и наречешь им имя иисус он будет велик и наречется сыном всевышнего и даст ему господь бог престол давида отца его и будет царствовать над домом якова вовеки и царство его не будет конца мария же сказала ангелу как будет это когда я мужа не знаю ангел сказал ей в ответ дух святой найдет на тебя и сила всевышнего осенить тебя посему и рождаемость святое наречется сыном божиим вот или совета родственница твоя называемой неплодную и она зачала сына в старости своей и ей уже шестой месяц ибо у бога не останется бессильным никакое слово тогда мария сказала все раба господни да будет мне по слову твоему и отошел от нее ангел встав же мария в одни сии с поспешностью пошла в нагорную страну в город иудин и вошла в дом захарии и приветствовали совету когда или совета услышала приветствие марии взыграл младенец в очреве ее или совета исполнилось святого духа или совета исполнилось святого духа и воскликнула громким голосом и сказала благословена ты между женами и благословен плод чрева твоего и откуда это мне что пришла матерь господа моего ко мне ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего взыграл младенец радостно во чреве моем и блаженно уверовавшие потому что совершится сказанное ей от господа и сказала мария велище душа моя господа и возрадовался дух мой о боге спасители моем что призрел на смирение рабы своей ибо отныне будут ублажать меня все роды что сотворил мне величие сильный и свято имя его и милость его в роды родов боящимся его явил силу мышцы своей рассеял надменных помышлениями сердца их не изложил сильных престолов и вознес смиренных алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем воспринял израиля отрока своего воспоминув милость как говорил от сам нашим ковраму и семени его до века прибыла же мария с ней около трех месяцев и возвратилась дом свой или совете же настало время родить и она родила сына и услышали соседи и родственники ее что возвеличил господь милость свою над нею и радовались с нею восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его захарии на это мать его сказала нет а назвать его и аном и сказали ей никого нет в расцвет твоем кто назывался бы с ним именем и спрашивали знаками у отца его как бы он хотел назвать его он потребовал дощечку и написал иоанн имя ему и все удивились и тотчас разрешили суста его язык его и он стал говорить благословляя бога и был страх на всех живущих вокруг них и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской все слышавшие положили это на сердце своем и говорили что будет младенец сей и рука господня была с ним и захарий отец его исполнился святого духа и пророчеством говоря благословен господь бог израилев что посетил народ свой и сотворил избавление ему и возник рок спасения нам и дому давида отрока своего как возвестил устами бывших от века святых пророков своих что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой клятву которую клялся на в раму отцу нашему дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей и ты младенец наречешься пророком всевышнего ибо предыдешь пред лицом господа приготовить путь ему дать уразуметь народу его спасения в прощении грехов их по благоутробному милосердию бога нашего который посетил нас восток свыше просветить сидящих во тьме и тени смертной направить ноги наши на путь мира младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустыне до дня явления своего израилю аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе милосердный создатель господи ты исцелял бесноватых исцелив бунтующих непринимающих слова твой изгони их легион демонов не дай им погибнуть жалься над ними ибо всем надлежит умереть а потом суд и чем мы предстанем туда все здесь временное сию минутное а за гробом вечность и будет человек царстве небесном или с дьяволом брошен в озеро огненное где плащ искрежет зубов и нестерпимая мука во веки веков и смех ваш обратиться в плаще рыдания горе живущим ныне на земле горе смеющимся ныне над твоей погибелью блажены плащище ибо они утешатся хвала тебе наш милосердный создатель слава тебе господи слава тебе милости твои полна земля найди новые души господи и обрати их коснись их сердца найди их богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала если вам понравилось наше видео одобряйте ставьте лайк а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях контакте фейсбуке твиттере одноклассниках добавляйте в плейлист подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик это даст вам возможность узнавать о новых видео которые обязательно будут выходить на нашу а также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видео архиве помоги вам христос с богом